Страница 76. Мы с вами в прошлом воскресении говорили, как отец Дмитрий Смирнов, которого можно часто встретить на телевидении русском, как он отвечает на вопросы. Мы с вами продолжим. Как часто нужно причащаться? Батюшка отвечает. Не чаще, чем раз в день, и не реже, чем раз в год. Чаще, чем раз в день, это уже безумие. Реже, чем раз в год, это уже не по-христиански. Ответ правильный, конечно, потому что можно причащаться раз в день только человеку или священнику. Например, священник имеет право в день служить только одной литургией, потому что он тоже причащается. Одну литургию только потому, что если батюшка причащается второй раз, или кто-нибудь, не только батюшка, то он как бы перечеркивает недействительность причащения первого рака. Может, кто-то скажет, что чем больше, тем лучше, но ничего подобного. Так можно вообще и завтракать, и обедать только одним причащением, и налить целую тарелку. А дело в том, что одна капля с готовым причащением, которую апостол Павел освящает, освящает, то есть святостью делает, освящает весь мир. Все зависит от многих причин, говорит Петер Дмитрий. Человек в отысковленный стремится причащаться как можно чаще. Но если он живет за полтора тысяч километров от православного храма, как это было в советские годы, и раз в году, скопив денег, приедет или прилетит туда, где есть храм, и первым делом пойдет в храм причаститься, то есть слава Богу, и надо за это Бога благодарить. Тут уж какая у кого-то возможность. Да, я помню, священники служили в Сибири, там действительно, там в советские годы, лет 30-40 тому назад, я помню, что люди за тысячи километров добирались до церковь или в монастырь, чтобы сходить. Надеюсь, что сейчас ситуация получше. А часто причащаться не будет ли грехом? Может, это дерзко? Вопрос. Ответ. Грехом будет, если человек часто сквернословит или залезает кому-то в карман. А разве грешно, если человек часто молится, или читает Священное Писание каждый день, или часто посещает храм, ухаживает за больным, жертвует деньги? Нет, конечно. Если человек часто причащается, это и есть высшая степень его христианской веры. В причастии человек соединяется с самим Богом, поэтому может ли это быть слишком частым? А отлучать от причастия может только церковная дисциплина. Если человек согрешил, священник может наложить на него эпидемию, то есть по-русски это наказание в духовном плане, в смысле. И отлучить от причастия на какой-то срок, чтобы он исправился. Вот отлучение должно восприниматься как горе и несчастье. То есть само отлучение – горе и несчастье. Например, в древности, после апостольской времени, если человек совершил плуд, то его отстраняли от причастия на 15 лет. А если человек ведет себя достойно, и его не отлучали, этим нужно пользоваться как можно чаще. А говорить, что причащаться к греху – это тире кощунства. Ну, конечно, что я могу сказать? Ответ, конечно, правильный, если мы все остальное правильное делаем. Если человек пришел в церковь и пришел, открыл рот, и его причастили, при этом дома не подумав о своих грехах, не став перед иконой, и не покаялся дома еще, перед Господом, и не прочитал молитвы к святому причащению, которые находятся в каждом молитвослове, то апостол Павел на это отвечает очень четко. Такой человек суд себе яст и пьет. Человек, который приходит на экзамен совершенно неподготовленным, что с ним будет? Он провалится. То же самое и здесь. Он провалится. Он хуже себе сделает. Поэтому есть там канон покаянный, есть молитва к причащению, это долго не заберет, 40 минут. И это не обязательно к каждой воскресенье причащаться. Не обязательно. Другие статей отцы. Речь идет не о количестве, речь идет о качестве. О качестве. Если вы можете подготовиться к качеству на каждую неделю, ради Бога. Отец прав, конечно, Дмитрий. Но я говорю еще и о качестве подхода и к принятию и к ним. Отношений наших к нему серьезные. Я вам уже говорил, когда мы в Монсакарпатье только один раз почащались. Великим постом. Такая была традиция. Думаю, что сейчас получше. Когда я подходил на исповедь батюшке в 6 часов утра, потому что это надо было делать до школы. то мы шли, дрожали, подрожали. А дрожали за целую неделю уже. Что там будет батюшка спрашивать? Что там я ему скажу? И все. Вот не зря Господь сказал, что будьте как дети. Как дети. Потому что дети действительно искренне в своих действиях. Даже если они и плохо поступают, то они это делают без всякого луканства и хитрости. 10 лет назад у нас умер сёкор. Покончил жизнь самоубийством. Мы спрашивали у батюшки, и он разрешил предать его земле. А теперь как его поминать? Можно ли подавать записки? За самоубийцам. Можно ли подавать записки? По правилам церкви тех людей, которые покончили жизнь самоубийством, исключая психических больных на церковной молитве, не поминают в храме. Ведь тот драгоценный дар, который Господь дал ему, который Господь ему дал, самоубийца бросил Богу назад. Обычно самоубийцы, люди неверующие, исключая, повторяю, психических больных. Раз человек так с собой распорядился, значит у него не было христианской веры, не было терпения, не было доверия ко Господу. Разрешается родственникам поминать на домашней молитве, вспомнить о человеке, пролить о нем слезу, помолиться. Существует даже канон о самовольно ушедших из жизни. Его благословляет и читать именно родственникам на домашней молитве в течение 40 дней вместо других молитвословий, которые обычно принято читать за усовщих. Тире, для того, чтобы люди, страдающие об этом самовольно скончавшимся человеке, утешились. И, конечно, я добавляю и говорю своим прихожанам, что молиться об этих людях нужно, которые ушли самовольно, покончившись с своей жизнью, нужно молиться, чтобы Господь им этот грех простил, самоубийством. даже если очень болит человека, скажем, невозможно терпеть, сейчас есть всякие средства, которые утолеболяющие, но Святая Церковь верит, что если человеку даны болезни перед смертью, они даются для очищения от грехов, человек терпит, мучается, и таким образом человек очищается от своих грехов. Если человек сподобится, вот буквально недавно, вчера или позавчера, кто-то мне сказал, что мама, мама скончала, скончала. Утром пришли, она легла спать, все вечером, все нормально было, послушала, утром пришли к ней, в голове скончалась женщина, да, женщина, вот, и всю жизнь просила, чтобы она у нее легкая смерть убьяла, уснула, и не проснулась. И так случилось, я ее прекрасно знаю, эту женщину. Уснула, утром не проснулась, в племяннии жил в близкости там, смотреть ее нету, нету, зашел в комнату, а она горпая. Это тоже, как бы, да, от Господа. ей уже было 86, что ли, а сестра ее 96 еще живет. Полная женщина, а это была худющая, как тоска. И во ее творе, ела. Что хочу сказать здесь следующее. участь этого человека, который покончил самоубийство, участь этого человека полагается на суд Божий. Вот почему еще нельзя осуждать, особенно покойников нельзя осуждать. потому что Господь ему судья, Господь милостив, мы же не знаем, какие обстоятельства вынудили этого, вынудили его дойти до такого отчаянного греховного поступка. Ну и еще один вопрос. Может ли молитва живых изменить судьбу усопщего? Если бы это не было возможным, молитва бы теряла всякий смысл. Каждый православный человек должен стараться жить так и делать столько добра, чтобы и по его смерти люди помнили добро и за него молились. Надо так жить, чтобы приобрести себе и за гробом множество молитв о себе и детей своих так воспитывать, чтобы после отшествия нашего ко Господу на суд Божий они молились за нас. А у кого хватит сил и внуков так воспитать, это будет вообще прекрасно. Ну и еще один вопрос. Вопрос, батюшки. Я слышал, что после причастия нельзя целовать ни руку священника, ни крест в конце службы ни к иконам прикладываться. Ответ. Это народное суеверие, абсолютно ни на чем не основанное, ни на какой церковной традиции. Ни в одной церковной книге, не говоря о церковных канонах, вы не найдете запрещающих указаний. рука священника и архиерея, это владыки, это рука благословляющая святые дары. И священник, и владыка к святым дарам прикасаются непосредственно во время службы. Поэтому нет ничего богохульного и необычного, чтобы после службы бля благословения или целуя крест, целовать и руку. Если существует опасение, что частичка святых тайн остается на губах, для этого и приготовляется плат, которым отирают рот, и теплота, которые запивают святое причастие, чтобы обеспечить чистоту губ устом, губ устом. Ну, вот такой ответ Батюшки отца и Дмитрия. Благодарю вас за внимание и захранит нас всех Господь. В имя Отца и Сына и Святаго и Духа. Аминь.